приветствую всех кто забрел на мой канал я михаил ратинский я родом из харькова с 2001 года живу в израиле мой канал начинался такой как маленький личный канал скорее для сохранения видео о путешествиях по израилю и не только по большей части спортивных таких скалолазания снэплинг яхты посмотреть эти видео вы можете в плейлисте вот вот где-то вот тут будет ссылочка подсказочки вот конечно не обошлось без музыкальных клипов видеоряд которых тоже связан с путешествиями отдельный плюс лист тоже в подсказочках когда в 2014 году началась война в украине фокус моих интересов снизить сместился именно на украину на события в украине я снимал и выкладывал видео о том как израильтяне поддерживают украину о том как в сентябре 2014 я ездил в зону а то в славянск вот ну двадцать втором году когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение россии в украину я поехал в украину и добровольно поступил на службу в зсу в двадцать четвертую отдельную механизированную бригаду имени коря для данила в медроту так что сразу говорю тем кто поддерживает московию в этой войне могут на этом просмотр закончить ну а тем кто понимает что к чему кто в общем для нормальных людей тем кто на стороне украины два плейлиста тоже в подсказочках значит один называется война там все что снято на фронте и все что связано с войной не только снятая на фронте часть несколько интервью которые у меня брали часть этого плейлиста еще выделена в отдельный плейлист он так и называется хроники метро ты где сугубо наша работа на фронте работа нашей роты эти видео очень помогали мне собирать волонтерскую помощь донаты для роты очень много было куплено для роты особенно это было критично в начале войны хотя и сейчас проблем стало как бы меньше по каким-то простым вещам типа продуктов типа там сигарет вот такому как бы бытовых вопросов но в плане обеспечения боевых действий обеспечения деятельности медроты да и вообще подразделений проблемы остаются поэтому донаты по-прежнему важны так что помощь каналу лайк подписка комментарии перепост это не только помощь мне и каналу но этой помощь медроте а кто хочет помочь роте непосредственно финансово в описании к видео есть мои реквизиты я все это перевожу на нужды медроты кстати картинка вот за моей спиной которая это картина висела в нашей комнате когда мы были под бахмутом самом начале войны где-то середина апреля я 3 на 3 я был в бригаде 10 мы были под попасной попасной потом по вот в переехали перебазировались в село покровское под бахмутом и вот у нас комнате висела вот такая картинка ну а я сделал такую надпись название картины с июня 23 года я вернулся в израиль на лечение это не какая-то так сказать непосредственно боевая травма но видимо возраст видимо плюс фронтовые условия конечно и не без всяких эпизодов видимо дали свое и я посчитал правильным лучшим вариантом все-таки лечиться в израиле конечно я остаюсь на связи с ротой продолжаю сбор помощи так что про помощь я уже сказал однако в связи с тем что я пока не в украине центр внимания моего и моих видео снова изменился ну к переломному февралю 22 года в украине добавился немедленно переломный двадцать третий год в израиле ну страшный массовый просто теракт 7 октября и наблюдая за тем что происходит в двух моих странах израиле и украине да и вообще в мире я стал искать ответ на вопрос а как и почему мир скатывается в эту бездну безумия и как это изменить после фронта пришло понимание что нельзя отсиживаться нельзя ждать когда безумие не оставит выбора кроме как взять в руки оружие и в этом отношении очень много мне дал канал сергея любарского очень рекомендую кто тем кто задумывается мне посчастливилось лично общаться с ним участвовать его семинарах наше знакомство началось кстати с интервью который он у меня взял она есть плейлисте война а ссылочку на канал сергея я оставлю в описании к этому видео и феврале 22 года мое решение было больше эмоциональное теперь же это осознанная позиция что каждый из нас должен задавать вопросы искать ответы как и какое общество мы хотим построить мы должны построить нельзя ждать решения от политиков надо предлагать свои добиваться их исполнения нынешние политики привели мир туда где он съесть сейчас звучит это довольно пафосно ну так это работает и теперь я основной своей темой считаю вопросы философии в общество с этом общественного устройства взаимоотношения человека личности с государством и конечно же какие-то реакции на текущие события размышления по текущим событиям это play play листы тоже вот в посадочке я вставлю это мысли вслух и что нам лента принесла конечно я не философ не политолог по образованию я могу назвать наверное себя журналистом поскольку я получил закончил курсы видеооператоров где преподавали журналистику в том числе ну я закончил это как хобби для того чтобы снимать и монтировать и режиссировать как-то более качественное видео но там в общем то были и преподавали и непосредственно журналистику плюс я был у меня период когда я работал в газете было какое-то количество публикаций в газетах вот но тут я с рассуждаю стараюсь рассуждать обо всем с точки зрения обычного человека чем больше нас таких будет чем больше в информационном пространстве будет обсуждений вопросов ответов и предложений тем больше шансов на то что в этом мире что-то начнется меняться в лучшем свою сторону с меньшими потерями для людей тем меньшую цену нам придется заплатить за перемены и я предлагаю вам присоединиться ко мне подписаться и участвовать в обсуждениях комментариях может быть мы сможем для себя в первую очередь ответить на какие-то вопросы и понять что лично мы каждый из нас можем сделать и начнем делать на этом я прощаюсь надеюсь увидеть ваши комментарии подписки до встречи в следующих видео видео так это г Продолжение следует...